Если P простое число, P больше 2, то группа Витта полипоэтических чисел это прямая сумма двух экземпляров группы Витта поля вычетов по модулю P. Это очень легко понять, разглядывая соотношение. Ну, смотрите, AB квадрат равно A, это верхнее соотношение левой доски, в общем, довольно понятное. Самое, что называется, трудное, это вот вторая строчка. A плюс B, это A плюс B плюс A плюс B умножить на AB. Так вот, смотрите, какими могут быть А и B с точки зрения периодической нормы? Ну, вообще есть три случая. Или одно из них больше другого. Например, периодическая норма числа А больше, чем периодическая норма числа B. Ну, что это означает? Это означает, что B делится на большую степень числа B. В таком случае, A плюс B, если мы вынесем А за скобку, то это будет А умножить на какой-то квадрат. И, глядя на соотношение, мы понимаем, что А плюс B, это с точностью до квадрата, фактически А. То есть, соотношение не дает нам ничего нетривиального. Идем дальше. Если А и B, периодические нормы равны, а числа А плюс B, она меньше. В таком случае понятно, что А это минус B умножить на С квадрат. В самом деле, если мы записываем А плюс B равно какому-то там числу D, которое по периодической норме меньше, чем А и B, то тогда А это будет минус B плюс D. Выносим B за скобку, и там остается квадрат. Замечательно. Ну и после этого видно, что никакого интересного соотношения опять не получается, потому что фактически у нас получается вот это соотношение Витта. 1 плюс минус 1 равно 0. Хорошо. Последний случай. А, B и А плюс B имеют одну и ту же периодическую норму. Ну, два варианта. Если они делятся на P в четной степени, все три на одну и ту же четную степень числа P, то мы получаем соотношение для одного экземпляра группы Витта. Если они все делятся на P в какой-то одной и той же нечетной степени, то для второго экземпляра. Таким образом, становится очевидно, что действительно группа Витта для периодических чисел, где P больше 2, это прямая сумма двух групп, каждая из четырех элементов. Ну и вы помните, на левой доске написано, если P сравнимо с единицей по модулю 4, то минус единица это квадрат. Если P сравнимо с тремя по модулю 4, то минус единица это не квадрат. Сложнее вычислить группу Витта для поля 2 однических чисел. Все вычисления на правой доске. Ответ забавный. Это прямая сумма групп вычетов по модулю 8 и еще двух групп вычетов по модулю 2. То есть всего 8 умножить на 2 умножить на 2, на 32 элемента. Вот. Как считаем? Ну, во-первых, вводим обозначение. Форму х квадрат обозначаем буквой эпсил. Разность 2 минус 1 обозначаем буквой лямбда. Разность 5 минус 1 буквой мю. И 10 минус 1 буквой ню. Тогда справа вверху написано равенство. 1 плюс 1, это надо в соотношениях а плюс b равно а плюс b плюс а плюс b, вместо а и b взять единицу. Итак, 1 плюс 1 это 2 плюс 2. Ну, точно так же. 1 плюс 4, а это то же самое, что 1 плюс 1, это 5 плюс 5. 1 плюс 1 то же самое, что 1 плюс 9, а это то же самое, что 10 плюс 10. Замечательно. Вспоминая, что такое были лямбда, мю и ню, понимаем, что мы уже доказали 3 равенства. 2 лямбда, 2 ню и 2 ню это нули. Теперь складываем единицу с двойкой, получаем, что это 3 плюс 6. Но надо в качестве а взять единицу, в качестве b двойку, тогда а плюс b это будет 3, а а плюс b умножить на b это будет 6. но тройка отличается от числа минус 5 умножением на квадрат в двоадических числах. Точно так же число 6 это квадрат умноженный на минус 10. Поэтому мы получаем такое равенство. 1 плюс 2 это то же самое, что минус 5 минус 10. Выражаем все это через эпсилон, лямбда, мю и ню. Получаем равенство 4 эпсилон. Это минус лямбда, минус мю, минус ню. Таким образом, можно букву ню дальше не писать. Да, еще умножив это равенство на 2, получаем, что 8 эпсилон это 0. Потому что 2 лямбда, 2 мю и 2 мю это все нули. Вот и так мы уже получили равенство. 8 эпсилон это 0, 2 лямбда это 0, 2 мю это 0. Осталось понять, почему нет других соотношений. Ну, надо просто перебирать случаи. Скажем, почему 4 эпсилон это не 0? А потому что 4 эпсилон это же такая квадратичная форма. Сумма 4 квадратов. А она не представляет 0. Поэтому никак не может равняться 0 в группе Витта. Давайте смотреть дальше. Почему лямбда не равно 0? Ну, потому что достаточно посмотреть на определитель. Почему мю не равно 0? Тоже достаточно посмотреть на определитель. Почему лямбда плюс мю не равно 0? Ну, давайте посмотрим, что это за форма. Лямбда плюс мю это вот что такое с точки зрения Витта. Это то же самое, что 2 плюс 5 плюс 1 плюс 1. Посмотрели на определитель, все поняли. Ну и так далее. То есть, скажем, почему лямбда плюс мю не равно 4 эпсилон. Тоже достаточно посмотреть на определитель. Ну и еще пару случаев, и вы все поймете. Значит, мы действительно нашли группу Витта поля 2 адических чисел. Это прямая сумма группы циклической из 8 элементов и 2 групп, каждая из которых состоит из 2 элементов. Продолжение следует.